Накануне организаторы регаты отменили гонки из-за шторма. Сегодня в Сочи солнечно и ясно, но очень ветрено. Гоночные условия непростые. Перед спуском на воду спортсмены заметно волнуются. Очень много участвующих, поэтому вот видите, какая здесь веселая, так скажем, игра. Кто быстрее сбросит, потому что ветер очень сложный. Вчера устанавливался, не было гонок. Поэтому стараемся побыстрее. Особенно переживают перед выходом в море новички. Порывы ветра мешают даже на берегу готовить лодки к старту. Морально, конечно, очень тяжело, потому что на воду смотря все переворачиваются. Это, конечно, очень страшно и морально, и психологически, да и физически тоже. Один из тех, кто перед стартом не волнуется вообще, это Николай Ковалев. 67-летний яхтсмен большую часть жизни провел под парусом. Гоняться приходилось в самых разных условиях. В парусном спорте не бывает возрастной категории. Пока ноги носит, будешь ходить. Если парус тебе это позволяет, это как бы образ жизни. Море – это наша жизнь. Без моря нам жить нельзя. Мы уже сразу состарим. Погода предсказуемо внесла коррективы в ход соревнований. Некоторым спортсменам сложно было дойти даже до точки старта. Лодки просто переворачивались. Но такая ветреная погода, говорят в Федерации парусного спорта, отличная проверка спортсменов на прочность. Сложный ветер уже 10 метров в секунду. Это очень хорошая рабочая погода. Олимпийские игры проводятся и при 17, и 18 метрах в секунду. Хороший, достаточно сильный ветер. По многим это даже приходится переживать, потому что не готовы еще спортсмены к такой ветровой обстановке. Но для олимпийских, будем говорить, медалей и задач, которые стоят перед нашей сборной страны – это чудесная подготовка и совершенствование мастерства. В эти дни в Сочи прошли сразу три регаты. Это первые этапы Кубков России в олимпийских классах яхты и в классе яхт-финн и всероссийские соревнования «Зимняя ривьера». В турнирах приняли участие более двух сотен спортсменов из разных регионов страны. Лидирует в основном это Санкт-Петербург, Академия парусного спорта, Крестовский остров. Но тут же у нас, будем говорить так, Москва, Московская область, Краснодарский край – не подарок. И я очень рад этому, потому что наши школьники из сочинской парусной школы показывают очень хороший результат. А уже в конце марта парусный центр «Югспорта» в Сочи примет второй этап Кубков России в олимпийских классах яхты и в классе яхт-финн. В эти же даты пройдет и сочинская регата.